Путин рассказал о своей работе в органах госбезопасности, елки-палки, конечно, мы должны всегда помнить, как вели себя наши предки, отцы, матери, дедушки, бабушки, и всегда руководствоваться тем, как они относились к родине отечества, особенно если они в опасности. Вова, они по-разному вели себя, дедушки, бабушки наши и так далее, и мы это тоже должны помнить, что некоторые были палачами, а некоторые под Прохоровкой в танке горели, да, тоже это мы должны помнить как-то. И, ну, то, как мы повели себя в аналогичной ситуации, должно зависеть от нас. Мое первое место работы в органах госбезопасности, ТТТ Ленинградского государственного УНТ, довольно быстро я попал на работу во внешнюю разведку и работал по линии нелегальной разведки. Какая нелегальная разведка, он все укурился, что ли, в Дрезденском доме советско-германской дружбы, он сидел в качестве завклуба, блядь. Вот этот завклуб теперь нам рассказывает, причем вот территория была, естественно, Восточной Германии, и вот на этой территории Восточной Германии он, оказывается, нелегальной разведкой занимался. Охереть не встать. Где же он там был нелегально-то, интересно? Жуть, конечно. Путин предложил расширить перечень пострадавших от пандемии отраслей. О, как! То есть, значит, про пассажиропоток, вот они говорят, сильно упал во время пандемии и, значит, снизился на 95%. Я думаю, они единственное верное решение прямо в таких условиях. Пассажиров стало меньше, значит, билет должен стоить дороже. А деньги, которые заплатили заранее, не возвращать. Заразившись коронавирусом, Мишустин провел совещание с министрами. Ну, то есть, он показывает, что он такой самоотверженный, совершает поступок самоотверженный. Я помню, на этот счет, на самом деле, понятно, почему. Он боится выйти из дела, потом его просто бортанут. Потому что он ничтожный технический директор. Если на два дня куда-то запропастится, то потом начнут делить без него. Уже поставили там зама его, который их там нараспил, да, и без него будут пилить. Захарова объяснила свои слова о россиянах, застрявших за границей без денег. То есть, ну, она сказала, что это их личные проблемы. Там даже Машку Захарова не буду цитировать, вот, выискивать. Ну, в смысле, оказалось, что эти слова нужно рассматривать как то, что они должны рассчитывать на финансовые возможности при путешествии, ну, и прочее, прочее. То есть, включила задние. Это вот как? Они вначале говорят слова, а потом их объясняют, что имели в виду вот что. Они что, слабоумные? Что слова надо пояснять? Что они не могут так сформулировать, чтобы эти слова не требовали пояснений? Слова пояснять словами. Это как вообще? Это люди, которые имеют высшее образование, учились во всяких, там, этих дипломатических вузах, и они объясняют слова словами. Центробанк назвал, да, факторы, которые будут сдерживать рост безработицы в России. Подстройка рынка труда к снижению экономической активности, по оценке Банка России, может происходить в значительной мере через снижение зарплаты, рост неполной занятости, что будет сдерживать рост безработицы. Очень заумно они говорят, то есть, иными словами, людей на полставки выгонят всех нахер. И все, то есть, будут платить меньше за большую работу. Или будут платить совсем мало за меньшую работу. Вот об этом надо говорить. Зачем они выдумывают какие-то там вещи? Правительство хочет поручить Росавиации расследование авиакатастроф. Представляете, то есть, Росавиация, это тот, кто поставляет катастрофы, они же будут их и расследовать. Прикольно, очень хорошо. Именно то, что нам нужно, да? Не, ну путинские бандиты расследуют же свои собственные преступления. То, что они совершили, они же сами и расследуют. Так что, все нормально, все это по схеме путинской. Продолжение следует...